Кто ты такой вообще, чтобы я тебе говорю чего-то? Да не буду я с тобой на лвы, ты, буду ты, только ты говорят. Буду тыкать всегда. Гражданин. А вы сначала представьте, гражданин. Здравствуйте, здесь нет сотрудник полиции, с его мамой. Ну да, 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 он на ютилей. Ну вот. Девятый этаж. Спасибо. Постарайтесь. На каком основании здесь находитесь? Кто вам дал, кто вам дал указание здесь осуществлять преследование государственное? Преследовать не буду. Будете, придется, ты в суде. Еще раз спрашиваю, кто? Не более, я вам плавно разговаривать. Будем. В следственном отделе будете разговаривать, давать объяснение по делу. Вместе с Бумером. Да что, что вы все ходите, вы же мой, не представляетесь. Государственным исследованием занимаетесь. Вам заняться нечем? Что вы ходите за нами за вперед? Коронавирусом заражаете, это да? Вон пошли от судя, вон. Вы приисполнены сейчас? Как с тобой приисполнены? Не надо мне тыкать. Тыкать не ты, ты, ты. Я буду с тобой тыкать. Как ты себя ведешь, так и будем с тобой тыкать. Ты. Скажи спасибо, что с тобой вообще так разговаривали. Видите, ему говорить, что он при исполнении нежелательно, потому что здесь он охотится незаконно. На вы, на вы. А кто? А заслужили, подожди, я знаю, а заслужили такие сотрудники или такие личности, чтобы с ними разговаривали на вы. Как ты считаешь? Я считаю, нет. То, что они творят, беззаконно. Мы имеем право на добрый шанс. Мы в то же время быть корректными, сдержанными, вежливыми. Мы веждаем, корректно, но на ты. В Кавказе, кстати, это в порядке вещей, но на ты. Это нормально. Ну, конечно. Ничего не без обид. А там вот культурная столица. Да, да. А вы, отцовья. Такие горе сотрудники. Поедете с нами? Да. Заходите. Не проходите, вы же с нами едете. Дороги, полберите вы от меня. Что вы делаете? Ломает липс внутри. Смотри, блядь. Кто-то лишний. Дело не, нет, он бы так запипекал. Здесь есть один лишний человек. Нету кнопку нажимать, справа которая, круглую. Да. Вчера было то же самое. Лично, лично. Ну вот, мужчина сломал лифт, он лифт, уламывался в дверях. Да, уламывался. Ну, надо просто. Все зафиксировано. Да, сейчас, да. Что-то надо сделать, стоит снега. Подойдите, там же датчик стоит. Датчик как раз и сломан. Вот и именно. Понятный ручек. А давайте все выйдем и зайдем. Подождите, вот иди. Пойдем, Горя, мне покройте. Лифт рядом есть. Выбор принят. Едем ответ. Что случилось? А, здравствуйте, есть лифт сотрудник полиции с РОМА. Пойдем, Горя, мне покройте. Сотрудник полиции сломал лифт? Ну да, 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 он ленился. Ну и какой хулиган. Вот-вот. Сейчас подойду, вы на каком этаже. Тевятый этаж. Сейчас подойду. Спасибо. Оставайтесь здесь. Никто здесь. Как показания заедите. Все равно сейчас зафиксировано, куда мне здесь заедите. Мы уже вызвали. Все равно. Что, спускаетесь? Вы опять здесь? Ну и он уже подъезжает. Почему не наслуживает? Сейчас подъезжает. Пока не вижу. Пока никто не вышел. Вот видите, еще один экипаж. Еще один экипаж. Он вышел покурить. У меня попросили документы предоставить. Я предоставлю. А зачем обращались гражданину к этому? Ну, какая разница. Закончили обращались. Мистер Снен, задержан. А можно документ? Процессуально, мне как защитник. Полития Лобанов Виктор Александрович. Инспектор ДПС ГИБДД. 27 декабря 2023 года. Личный номер Борис. 530050. Все верно? Вы сообщили, что он административно задержан. Можно ознакомиться с процессуальными документами? Протокол задержания будет всегда брать. Протокол задержания будет всегда брать. Протоколу нет. Ну, и нет основания обращаться сейчас. 23 обязательства явки. Уже взят. Уже все документы. Показать? Подержите, пожалуйста. Протокол задержан. Чтобы вы здесь реально не ходили. А я здесь реально не ходил. Вы же читал указ выполняете. Боймер, наверное. А вы с какой целью интересуетесь? Потому что вы напрямую затрагиваете. Статья 24-я часть 2-я Конституция Российской Федерации. Как минимум. Запись ведется, да? 25.5. За подпись участкового составлено протокол. Мы обязуемся явиться в суд. И сообщите об этом. Вы на видеозапись хотите зафиксировать? Конечно. Зафиксируйте. Вы же меня снимаете. Я фиксирую. Я фиксирую. В отличие от вас, я закон не нарушаю. А я не нарушаю. Отскочили гражданин. Нет, во-первых, я подошел и представился к нему. Я закон не нарушаю. Чтобы у нас понимание не было. Что вы попросили? Тогда я попросил представить. Подождите, я представился первым. Вы со мной разговариваете? Нет, я с вами был очень не разговаривающим. Тихо, он болеет. Он не может разговаривал. Меня послушайте. Я здесь. Я здесь. Значит, вот протокол об административном правонарушении по 19.3 в отношении моего доверителя. Значит, составлен должностным лицом. Этим должностным лицом отобрана расписка об обязательствах явки. Так что сейчас будет превышение ваших действий, должностных полномочий. Все, мы идем. Пойдем. У нас явка об обязательном чего? Можно подождать? Да, конечно. Участкового вызывайте. Вот протокол по 19. Вы, насколько мне известно, давали обязательства. Я в суд и в ГИБДД в Невске. Вон написано в отдел полиции. Да, и в отдел полиции. Вон написано. В отдел полиции по первому требованию. Как мне позвонит участковый, так я приеду. Он отобрал расписку. Я в деле защитник. Сейчас, я говорю все. Так надо вас в заблуждение вводит ваше руководство. Я правильно понимаю, что это телефон участкового? Это телефон защитника. Это ваш телефон? Это ваш телефон? Да, да. Он, у него копии все документы. Одну минуту. Чтобы не было недоразумений. Такое. Решать нечем, на самом деле. Вас в заблуждение вводят и руководство вставляют. Объяснение, да, ваше. Значит, обязательство о явке есть от участкового. Некто майора полиции Лосик. Ну, вот так я его назначил на полиции, соответственно, и рапорта. Нам необходимо телефонное извещение непосредственно. Алло, алло. Да, непосредственно. Я его давал и приколол рапорта. Это судит из Геннадьевича, который, собственно говоря, вызывается по требованию. Соответственно, сейчас его... Давай. Вот он настаивает на требования от самого участкового непосредственно. Какого участкового? Участковый состав материал по 19-3. Отобрана явка, значит, обязательство о явке в МВД. Только что, если у вас на руководство заблуждения вводит? И с вами, и там же. Не будем с Геннадьевичем. Подождите. Подождите. Я правильно понимаю, что вы еще содержитесь на территории болезни? Я покурю. Я покурю. А, вы покурите? Да, да. То есть вы не покидаете пределы? Я вообще не понял. Покажите за нами. Сотрудники ДПС уже... Вы выясните и скажите своему руководству, что... Если вы вышли покурить, бессмысленно ваше здесь нахождение его удерживает. Все, явка отобрана. Посади в машину его. Что? Не надо. Посидит пускай там. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Что, машину хочу покурить? Не надо. Открой машину. На улице холодно. На улице холодно. Не надо. Он пока не присядет. Пока мы разбираемся... Что значит не присядет? Что такое это не присядет? Да что вы не грещаете? А что вы не грещаете? А кто вы такой-то? Кто ты такой вообще, чтобы я тебе говорил чего-то? Слушайте. Да не буду я с тобой на лвы. Ты. Буду ты. Только ты говоришь. Не надо буду тыкать. Буду тыкать всегда. Гражданин. Вы сначала представьте. Гражданин. Я к первому к вам обратился. Его необходимости... Зовут меня Аким Астепан Игоревич. Адвокат. Мужчина, коллегия адвоката. Санкт-Петербург. Дальше еще... Мы уже дали подняться. Мы уже объяснили. Мы уже дали. На каком основании? На каком основании? На каком основании вы тоже покажете? Возьму... Возможно... Вы... Вы являетесь... Я не собираюсь с тобой разговаривать. Вы с тобой... Я не буду с тобой на вырос сейчас. Какие основания вы представляете в больнице? Нету оснований. Да мне без разницы. Ну и что? Ну и что? Будет просмотр, значит, больше у меня на ютубе. Вот и все. Люди любят... Люди любят такие. Что любят? Видео, где... Называют... Да, на ты. Ты, да. А как по-другому с тобой? Я не буду с тобой на вы. Я не буду с тобой на вы. А вы не культурный. Я не культурный. Документы все прочитали составили. Не воспитались. Думайте, что хотите. Мне без разницы. А как... А как ты работаешь с сотрудником... Я не ты. Я вы. С сотрудником ДПС. Ой, ДПС. Да вы даже не можете разговаривать в культурном. Видите, вы даже заикаетесь. Вам пока... Вы... А как с тобой не заикаетесь? С тобой не только заикаетесь. Потому что вы речь не можете сформулировать. Да не могу, да. Потому что такие, как ты. Да, здесь. Мешают на территории больницы Александровской. Нет. Ну, в Солидарности. Куда он скоро приедет? Солидарность. Да. Александрск. Еще хотите пообщаться? Подвигать? Что такое? Что такое? Мы не культурный. Мы не культурный. Мы не культурный. Все люди разные. Ну, конечно. Естественно. Ему можно прикрыть, если его не выписали. Так не выписали. Он гуляет, а вы ходите. Вы говорите, его надо в отдел доставить. А какие основания в отдел доставить? Для дачи объяснения. Объяснения дали уже. Они есть в материалах дела. Что вы все кричите? Видимо, нравится, когда. Какие-то боесые. Эмоции, эмоции. Эмоции, эмоции. Я вообще культурно разговариваю. А вы все кричите. Гражданского человека поставили. Одного, второго. Все через процессуальные документы. А мы расследуем какую-то в грозу преследования. Я никого не преследую. А что вы сейчас делаете? Машины не присядешь? Это что такое? Я никого не преследую. А что такое-то? Что значит? В машину не присядешь? Что такое? Вы по-русски-то разговариваете? Ну а что такое? Я русским языком владею. А что это, извините, уже не русский язык? А у вас какой-то национальный язык, да? Ну я гражданин России. И что? И по-русски разговариваю. А, а что это? Что это? Извините, пожалуйста. Управимся. Извините, пожалуйста. Давайте по-русски еще разговариваю. Вот, что я один приехал, да? Ага. Еще один, да. С вами по-другому разговаривать нельзя. А я с вами вежливо-культурно разговариваю. А вы начинаете мне тыкать. Не надо мне тыкать. Так что значит не надо? Хочу и тыкать вообще. А, ну конечно, вы хотите и тыкать. Это вам в силу закона нельзя тыкать, а мне можно. А, ну конечно, естественно. Вы адвокат такой показывает. Ну так вы на видео покажите в ютубе, как вы тыкаете инспектору. Свободно вообще, кстати. Свободно запрещает. Вы же все вырезаете, вы ж только красивые моменты ставите. Мне закон не запрещают. Да. Ну так вот это видео выложите, как вы мне тыкаете. Без проблем. Я с удовольствием посмотрю. Без проблем. И даже комментарий у меня сразу. Да. Вы прикручиваете меня. Надеюсь. Да. А, ну а до чего вы теперь? Сегодня – завтра вы все помогите. Мы сегодня, похоже, каю. По правой выбору, как вы все отверните. Вы не свободны. 29-я статья Конститута Российской Федерации имею право собрать информацию. Все незаконные скотки стоят. Понятно, да? Но, а для чего вы теперь. А для того. Он уже везде, я же не как попугай, я по днестрасу не буду, соответственно, общаться с вами. Мне с вами вообще неприятно общаться. Человек ходит, непонятно, что там. Я говорю, мне с вами вообще неприятно общаться. Здесь, Геннадьевич, приятно с человеком общаться с вами, нет. А к вам придется со мной общаться? Не хочу я с вами общаться. Нет. Придется. Чего? Сейчас все уточним. Я вот не понимаю одного. Я документы показал, уже материал составлен. Он явится в суд защитником. Как можно доказывать, черное это черное, белое это белое? Нет, они говорят, черное это белое. Почитайте тот закон. Вы выполняете приказы незаконного руководства. Один, второй, третий, четыре. Пять экипажа вчера подключили, а Орневский район пустой. Кругом. Почему? У нас есть кто работает. Нет, он занимается. Да это даже не при чем на самом деле. Хоть десять экипажа постоянно стоят. А с кем вы здесь сегодня собрались? Здравствуйте мужчины. Здравствуйте. Я к вам не обращался, еще раз говорю. Да, я мужчина. Альчинант полиции Васильенко Тарас Сергеевич. Существует по ИА суде БДД 22 августа, 24 год. Очень приятно, Тарас Сергеевич. Я не знаю, что Таташвили, чем обязан. Ну давайте теперь и пообщаемся. Вопросы, предложения? Пожелания. Значит, доведите до своего руководителя материал, процессуальные документы составлены в отношении моего доверителя. Ваше нахождение здесь бессмысленно, явка об обязательствах отобрана. Что вы здесь делаете, я не знаю. Сообщите непосредственно его руководству. Сейчас не могли бы, в бою меру. Евгений Владимирович поставил задачу, мы его выполняем. Задача вот здесь вот находиться и осуществлять исследование государственное, в отсутствие процессуальных документов. На каком основании за ним ходят постоянно, ему препятствуют, передвижения. В отношении составлен материал по 19-й находится в отделе. Материалы у меня в копиях, и сейчас ознакомились ваши коллеги непосредственно. Отобрана явка. Вы видели? Об обязательствах вне в КУВД, вне вкофедеральный суд. Зачем здесь за ним ходить? Вы хотите его в отдел полиции доставить? Совершенно верно. Составьте процессуальный документ, укажите основания. Они составлены, находятся в отделе. Так в том-то и дело, что ни одного документа нет, указывающего на то, что он задержан. Есть явка. Это говорит о том, что нет оснований составлять протокол задержан. Явка уже отобрана. Вы, как инспектору, пояс, с документами, наверное, работаете почаще, чем ваши коллеги, которые, как я считаю, некомпетентны. Но это находится в отражении в наших видеоматериалах, на обучающем канале. Я смотрел. Смотрели. Ну, вот протокол об административной информации. А вон явка. Основание здесь находиться и его задерживать. Ваше. Я здесь так не вижу. Я понимаю, что Гумер вам сказал, но если он скажет биться головой об стенку, вы же не будете этого делать. Надо перепроверять информацию, ту, которую доводит до вас руководитель. А процессуальные документы говорят об обратном. И потом будете говорить, Денис Геннадьевич, опять у нас в плохом свете выставлять. Мы в своем веке странами. Денис Геннадьевич, а не так? Это не так. Это не так. Если инспектора выходят на эмоции, орут, вот граждане могут там читать. Почему? Ну, вот ваш Тружков, ну что. Ну, что бумер, к нему приходишь, он прячется постоянно. Кто? Ну, вот ваш руководитель. Так а почему Тружков? Тружков вы грамотно вас оформил, все красиво. Как грамотно? Да. Так а не, подождите, а почему вы не умерли, вы идите по встречным трамвайным путям Денис Геннадьевич? Во-первых, судом установлено, что за рулем был не я. Во-вторых, значит быть, по встречным путям я не ехал. В-третьих. Ну, там же видеозапись есть. И соответствует высокому ставству сотрудника полиции. Ну, это полумиллионная публика. Ну, это не вам решать, Денис Геннадьевич. Решило общество. И заставило комментарии, да. Согласно которых, ему не доверяют, его презирают. Кто его презирает? Ну, общество. Не общество, это ваши подписчики. Мы сейчас с меня будем обсуждать. Мы будем в рамках административного дела по части 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об наступлении правонарушения обсуждать. Не, ну вы начали... При этом, вы отношения к этому не имеете. Да, конечно. Вы посмотрели документы? Да, все нормально его удерживали. Я оттодобран. Ну, все, пойдемте погулять. Вы доставить хотите? Мы его доставим в воде, потом вы будете обжалывать на суде. Я выполняю указания руководства. Вот это вообще тема, кстати. Да, да, да. Слышали, да? Нарушаем, а потом вы обжалываете. Вот так и всегда. А потом пойдете на вольные хлеба. А может быть и на зону? Да. Вы угрожаете на здесь, Геннадий. Почему? Я предполагаю. Вы говорите, пойдете на зону. Может быть, пойдете. Может быть, по 285-286-го КРФ. Я говорю, может быть. А предполагаю. На зону. И потом будете помнить его бумеры. Это Ташвили Дениса Геннадьевича Степана Игоревича. Вот. Проще было рапорт отписать, чем выполнять преступный приказ. Почему он преступный? Я не считаю, что он преступный. Я сейчас обращаюсь к должностному лицу, который изъявил желание пообщаться на предмет документов. Ему дал указания руководителю. Ну, хорошо. Мы выясняем. Ваши вот реплики, они неуместны, понимаете. Вы там на этаже несколько дней назад сидели в гражданской одежде, не могли внятно пояснить. Приняли жалоб по вкусу. Давайте вот обсудим вас. А когда спросили, сообщите в КУСПУ. Говорит, а я не принимал жалобы. Вы меня можете сколько угодно. И вот на посмешище, на посмешище выставляете. Понимаете? Вообще сотрудники ГИБДД у нас, я так полагаю, руководителя нету контроля, не занимаются вами. Да и вы, понимаете, все у закона должно образовываться. А вы этого не делаете. Вы сидите вот в машинах, ДТП вас нет по пять часов. Людям материал не составляет. А теперь сколько ДТП, Денис Геннадьевич, в районе-то? Да потому что... Денис Геннадьевич, я думаю, это бесполезно. Говорит еще... Пойдемте на этаж, значит... Они выполняют только приказы и все. Потом будете ходить отписываться и флаг. Ну, а что делать-то? Подпишемся. Ну, мне возможно, он будет передать... Ну, не вам это судить. Общество, да? А, ну, общество. У вас только общество, конечно. На отдел Медского района. Да, 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 да. У нас все время говорят, что это режимный объект. Сегодня же мы сейчас режимный объект. Вот Букин отвечает на ваш запрос в 21-м городе, Общая, что подключение на котяческой входе в здание КОМПД Возле фронтационного стенда не является режимным объектом. А все кричат. Это режим на вверх. Это режим на вверх. Все, у нас тут бумага есть. Буки нам ответили. Можно еще раз спрашивать фамилия, имя, отчество? Да, нам необходимо сейчас сделать обращение и ссылаться на конкретную. Тот должностное лицо, которое здесь находится. Можно запросить? Можно запросить? Да, да, сейчас запишет адвокат. Пожалуйста. Средний предоставить? Не надо. Не надо. Со слов. Со слов? Ну, вот. Лобанок. Лобанок. Виктор Александрович. Подожди. Номер. Эээ... Номер? Ой, necessaid? 781700. 78-1700. Можно ваше удостоверение сожидное? Прямо удостоверение? Ну, конечно, да. Я вовлюшаю доверие. Вообще, что вы здесь делаете? На каком основании? Кто вам дал приказ здесь находиться? Значит, старший сержант полиции Костюк Александр Андреевич. Подожди, я сижу. Костюк. Костюк? Да, Александр Андреевич. Кипипип. Да, пожалуйста. Продержите. Довольно. Довольно. Какой-то. А? Что ты лепил, друзья? Какого-то, вот здесь ездили. А, да-да. Костюк. А должность? Водители, полицейский водитель, по-моему. Да, полицейский водитель? Да. Да, и... Иванов. 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 Подожди. Иванов Вячеслав Николаевич. Да подождите. Иванов Вячеслав Николаевич. Иванов. Иванов Вячеслав Николаевич. все кажется автоматов даже наличника не кажется все постоянно 78-17 поэтому все записываю память плохая кто-то еще же был сейчас начнется еще раз будьте добры ваши фамилии и отчество ваши фамилии и имя отчество мы граждане источники власти хотим с вами пообщаться на каком основании вы находитесь в больнице с вами или имя и отчество представьтесь пожалуйста обращение надо сейчас сделать в соответствии с приказом номер 736 приказ министерства внутренних дел здрасьте объясняю выздоравливайте пожалуйста дай вам бог здоровья на самом деле дай бог старших на уважаемость почетно относится али 544 8 6 да 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 там сейчас давай это реально кнопочку нажим в интер и в интер и и и дпс и дпс что вы делаете что вы делаете с дпс даже в форме одежды одежде так попов и и и андреевич вы извините конечно мы даже не знаем кто вы чего вы убегаете от нас а вас есть уже удостоверение уже удостоверение смысле а либо значок значок на что значок есть мы не будем понимать ничего не так вы 860 456 правильно дальше сотрудник на улице обязательно иван андреевич еще что сложного не было а главу а спасибо теперь мы и к вам прощаемся нам необходимо ваш фамилия мы здравствуйте здравствуйте младший сиран полиции Икраинец Андрея Иванович Ну, да, отлично. Так, 2, 6. Скажи нам, полицейский. Куреник Андрея Ивановича. Должность? Полицейский. Нам не обязательно ваше удостоверение. Да, разговаривать чуть не хочется. Это было зря. Полицейский просто, да? Полицейский. Даже не ППС, да? Попросик ППС. Полицейский. Отдельный род. Ладно. Полицейский, УР, ППС, да? Попросик ППС. Как? Куреник. Куреник. Я понимаю, если я, Андрей Иванович, даже вот они, да? Ну, то есть вы, да? Здесь. Ну, ГИБДЗ зачем здесь? Мы ничего не понимаем. Натерял-то за полицией же, да? Ну, по сути, сделать каранда. Ну, даже вот так вот. Натерял-то за полией. ГИБДЗ. Спасибо. Меня зовут Аким Астапан Игоревич, я адвокат международного коллеги адвоката, спасибо. Если какие-то вопросы к моему воззащитному есть, обращайтесь ко мне, непосредственно через меня. Либо ко мне, я защитный. А кто-то еще с вами был по-моему, да? Примозительный старший. Старшего не видели? Старшего не видели. Он не подписан. Еще старшего не видели. Старшего не видели, да? Костюм, да? Костюм. Это старший, оказывается. Даже не сказал ничего. Про друг друга. Про друг друга. Что они здесь делают? На каком основании? Наверное, надо сказать, да, друзьям, подписчикам. Обязательно всех необходимо в таких случаях переписать. Потому что, когда будете писать обращения в следственный комитет, либо другие правоохранительственные органы, уже вам не придется вспоминать то, чего, мало ли, у вас не велась видеозапись, как в нашем случае. Хотя, в нашем случае, мы все сможем установить визуальным способом, да? Как у нас, говорил Пушкин, оргалиптический способ, или как нам, да? Я такого не помню. Не знаю, если честно. Ну, в общем-то, всех переписали. Всех будем писать. Всех будем записывать. И, конечно же, обращаться в трудноительные органы. Уже будут, как говорится, есть щелки. Работать дальше. Субтитры сделал DimaTorzok